Сегодня в России отмечают годовщину окончания Сталинградской битвы. Она длилась 200 дней и вошла в историю, как одно из самых кровопролитных сражений и изменила ход Великой Отечественной войны. Тех, кто не вернулся с поля боя, вспоминают сегодня по всей стране. Траурный митинг и возложение цветов состоялись и в Самаре, на Площади Славы. На Площади Славы спустя 72 года ветераны, дети войны и жители города вспоминают великий подвиг своих отцов, дедов и сослуживцев. Отдать дань памяти в этот день не помешала даже погода. Сегодня представить, как могла бы сложиться мировая история, не будь той самой кровопролитной Сталинградской битвы, сложно будет даже историкам. В далеком 43-м году советским солдатам удалось сделать невозможное. Сталинградская битва сыграла очень важную роль, ибо 25% фашистов воевало или находилось во время этой битвы. И здесь потерпели немцы страшное поражение. После этого отшатнулись даже союзники от Германии. Два миллиона человек, две тысячи танков, больше двух тысяч самолетов. Сталинградская битва превзошла все сражения в мировой истории. 200 дней и ночей без права на ошибку, без минуты затишья. Все больше сил сосредотачивалось на этом поле с обеих сторон. 100 тысяч квадратных километров были буквально пропитаны кровью. Под Сталинградом сражались и 50 тысяч куйбышевцев. Бок о бок они ковали победу не для себя, для детей и внуков. Моя бабушка была операционной медсестрой. После окончания медицинского техникума в 17 лет была призвана в армию. Служила в медицинском санитарном батальоне 14-й гвардейской стрелковой дивизии под Донецком. Затем под Сталинградом на Курской дуге. Сейчас ей 91 год. Я горжусь своей бабушкой. Сегодня память о подвиге уже хранит и несет поколение 21 века. Еще сотни нерассказанных историй и десятки непрочитанных писем. О жизни в ТУ, о кругах ада концлагерей, блокаде Ленинграда и, конечно, о Сталинградской битве. О своих героях расскажем вместе. В новом мультимедийном проекте телерадиокомпании «Губерния» свои истории можно оставлять на нашем сайте, страницах в соцсетях или позвонив по телефону редакции 226-56-76. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok